Петроградский политехнический институт председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого был расстрелян. Родился 15 марта 1896 года в Санкт-Петербурге. Еврейская семья отец, директор распорядителя завода общества судостроительных, механических и литейных заводов Николаеве, затем инженер области судостроения и металлообработки в Петербурге. Мать врач, брат Сергей 9 марта 17 года застрелился у себя дома, либо в результате несчастного случая, разряжая своей револивой, либо покончив жизнь самоубийством по поздним воспоминаниям дальней родственницы, якобы из-за того, что опасался оглашения информации, что он был тайным осведомителем охранного отделения. Сестра Елизавета была депортирована из Ниццы в 1942 году и погибла в Освенциме. Я пользуюсь данными Википедии. Леонид окончил гимназию Гуревича и в последний предвоенный год поступил на экономическое отделение политехнического института Одесской знакомой семьи Конегиса. Блюменфельд вспоминал о братьях – эстеты, изломанные, скривляниями и вывертами, с какой-то червоточинкой. Лева любил эпатировать добропорядочные буржуа, ошарашиваясь их презрением к морали, не скрывая, например, что гомосексуалист. В 1915 году у Леонида была романтическая связь с поэтессой Палладой Богданова-Бельской. Это русская поэтесса, светская львица серебряного века. В 1915-17 годах роман с актрисой Ольгой Гильдрилбранд. Согласно воспоминаниям актрисы, они были близки к помолвке. Но после гибели старшего брата Сергея в марте 1917 года их отношения прекратили. Юнкер Михайловского артиллерийского училища. В ночь с 25 до 26 октября вместе с несколькими друзьями, юнкерами, Канегисер пошел защищать временное правительство. Канегисер входил в подпольную антибульсвитскую группу, возглавляемую его двоюродным братом Филоненко. Филоненко поддерживал тесную связь с Савенковым, который отдал приказ о ликвидации Урицкого. Канегисер по собственному признанию решил отопсить Урицкому за смерть своего друга-офицера Перельцвейта, расстрелянного в Петроградской ЧК, под делу о контроляционном заговоре в Михайловском артиллерийском училище. Незадолго до выстрела он звонил Урицкому и говорил с ним по телефону, подобно тому, как Шарлотта Корде долго говорила с Маратом. Само убийство Роман Гуль – это русский писатель, публицист, редактор, журнал, корреспондент, историк, критик. Так вот, он описывал следующим образом. В начале 11-го часа утра 30-го августа в Петербурге из квартиры по саперному переулке вышел одетый в кожаную курку 20-летний красивый юноша буржуазного происхождения еврей по национальности. Молодой поэт Леонид Конегисер сел на велосипед и поехал к площади Зимнего дворца. Перед Министерством иностранных дел, куда обычно приезжал Урицкий, Конегисер остановился, вследствие велосипеда вошел в тот подъезд полукруглого дворца, к которому всегда подъезжал Урицкий. «Товарищ Урицкий принимает?» – спросил юношу швейцара. «Еще не привлез?» – ответил швейцар. Поэт подошел к окну, выходящему на площадь сел на подоконник. Привлез со своей частной квартиры на Васильском острове в маленький визгливый уродец на коротеньких кривых ножках, паутином раскачиваясь, Урицкий сбежал в подъезд дворца. Рассказывая, что Урицкий любил хвастать количеством подписываемых смертных приговоров. Сколько же должен был он подписать сегодня? Но молодой человек в кожаной куртке встал, и в то время как шеф чрезвычайной комиссии сменил коротенькими ножками к лифту, в шести шагов Урицкого грянул выстрел. Леонид Конегисер убил Урицкого на повал. Урицкий, ждавший, когда швейцар откроет дверь лифта, был смертельно ранен у головы и умер на месте. Конегисер бросился на улицу. Его погубило то, что он в состоянии шока забыл фуражку и даже не спрятал револьвер. Но вместо того, чтобы вмешаться с толпой, он вскочил на велосипед и быстро поехал прочь. Звуки выстрела услышали служащие, находившиеся на первом этаже. Сбежав по лестнице, они увидели лежащего на полу Урицкого. За Конегисером была организована погоня. Сделать это было нетрудно, так как одинокий велосипедист без шапки и с револьвером в руке не мог оставаться незамеченным на малолюдной площади. Понимая, что от автомобиля мне оторваться, Конегисер затормозил около дома 17 по миллионной. Просто велосипед вбежал в первую квартиру и дверь, которая была открыта, это была квартира князя Меликова. Не обращая внимания на изумленную прислугу, схватил из свешалки пальто, надев его поверх куртки, он спустился вниз, вышел во двор, но там был опознан и арестован. В октябре, точная дата неизвестна, Конегисер был расстрелян. В ходе расследования были привлечены к дознанию, арестованы многие лица из дружеского окружения Конегисера. Например, Юрий Юркун, русский писатель и художник график литовского происхождения. Родители Конегисера после допроса были отпущены за рубеж, где жили до конца своих дней. Выстрел Конегисера, наряду с происшествием в тот же день в Москве покушения Фанни Каплана Ленина, должен был стать сигналом попытки антибольшевистского переворота за гору послов, однако фактически спровоцировал его ликвидацию и начало 5 сентября красного террора, взятие заложников из числа дворян, буржуазии, интеллигенции и их расстрела. В числе расстрелянных 25 августа был и друг Конегисера Владимир Перельцвей. О мотивах, побудивших молодого человека к этому поступку, сказал в очереди убийства уритского писателя Бархалданов, хорошо знавшего Конегисера. Это русский прозаик, публицист, автор очерков на исторические темы. Философ и химик был 13 раз наменен на Нобелевскую премию по литературе. Так вот он говорил, Леонид Конегисер застрелил Моисея уритского, чтобы, как он заявил сразу же после ареста, искупить вину своей нации, засадеянной евреями-большевиками. Я еврей, я убил вампира-еврея, каплю за каплю пившую кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас уритский не еврей, он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев. Кстати, начинающий поэт входил в окружение Кузьмина, был одним из участников группы молодых петроградских поэтов. Рюрик, Ивнев, Чернявский, Ляндау, Стру и других, с которым близко сошелся весенний в марте-апреле 2015 года в стиках Конегисера, мотива религиозности и экстатической жертвенности. Такое знаменитое его творение-смотр, посвященное надеждам 1917 года на демократические предзнаменования «Войну до победного конца». Тогда у ближнего входа, в предсмертном и радостном сне, я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне. Эти строки цитируют Есенин в вариантах Анны Снегиной, Георгий Иванов, многие мемуаристы. Удачные картины религиозно окрашенного пейзажа «Снежная церковь» 1917 года. Стихи Конегисера, посмертно опубликованные его отцом, вместе с воспоминаниями о поэте. Кстати, Есенин напоминается в одном из стихотворений Конегисера из цикла Ярославля 1915 года. «С светлым другом, смелым братом, Волгу в лодке переплыть». Конегисер, по всей вероятности, является адресатом стихотворения Есенина «Весна на радость не похожа». «Мы поклялись, что будем двое и не расстанемся нигде». В момент убийства Урицкого и последующих арестов среди знакомых Конегисера Есенина в Петрограде не было. В следственном деле Конегисера имя Есенина не упоминается. Находясь в тюремной камере, сохраняя твердость духа, за несколько дней до казни Конегисер пишет. Вот такие строки. «Что в вашем голосе суровом? Одна пустая болтовня, или мните вы казенным словом, и вправду испугать меня? Холодный чай, осьмушка хлеба, час одиночества и тьмы, но синее сияние неба оделась вот моей тюрьмой. И сладко-сладко в келье тесной узрит смирение страстей, как ясно блещет цвет небесной души воспрянувшей моей. На певый божий слух мой ловит душа, спешит покинуть плоть, и радость вечную готовит мне на руках своих Господь». Ну и в заключении хотел прочитать его стихотворение «Смотр». На солнце сверкаю штыками, пехота за ней в глубине, донцы-казаки, предполками, в Керенске на белом коне, он поднял усталые веки, он речь говорит «Тишина, у голос запомнит навеки Россия, свобода, война, сердца из огня и железа и дух». Зеленеющий дуб и песня орел, Марсельеза летит из серебряных труб, на битву и бесы отпрянут, и сквозь потемневшую твердь архангелы с завистью глянут на нашу веселую смерть. И если, шатаясь от боли, к тебе припаду я, о мать, и буду в покинутом поле с простреленной грудью лежать, тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню «Россия, свобода, Керенский на белом коне». 27 июня 1917 года, Павловс. Ну вот так вкратце о судьбе, биографии немножко Кенегисера Леонида Иоакимовича. Все, пока-пока, до свидания, всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok